всем здравствуйте у нас сегодня продолжение разговора про разработку вот и я хочу повиниться я не справился с управлением с одной штукой вот поэтому сегодня будет довольно много бла-бла ибо кое-какие практические вещи которые сегодня планировал мне показались путанными в моем изложении и возможно я постараюсь подготовить разговор про командную строку управление гитхабом которые целей который гх цель вот какого-нибудь из следующих разов но сейчас я не готов 20 в процессе попробую пояснить почему на самом деле у нас сегодня в принципе такой немножко бла-бла тематика потому что настала пора нам переключаться на вторую половину нашего семестра который мы будем изучать уже не гид а инструментарии разработки приложения на питон разнообразные там вот я про них еще раз про что что это будет я расскажу вот и питона специфическую часть собственной разработки программных продуктов там упаковку вот это все по этой же причине настала пора делиться нам на команды у нас отчет по данному курсу это не только домашнее задание но и выполнение семестрового проекта и семестровый проект даже главнее вот и про семестровый проект я расскажу в конце когда наступит время вот главное как бы соображение на сегодня это тот факт что гид как система контроля версии распределенные предоставляет нам довольно много возможностей но не подменяет собой инфраструктуру разработки от слова совсем и когда речь идет о создании благоприятных условий для команды работая совместный над проектом выясняется что гид это только носитель кода а исходного текста прошу прощения а собственно взаимодействие надо делать посредством посредством чего-нибудь еще напоминаю что распределенная система контроля версии который является гид у нее есть там условно три задачи и несколько инструментов для возможного решения более общих задач разработки которые более общей задач разработки сам гид не решает три задачи это хранение собственно такую файл помойка только не помойка версионирование то есть учет этих самых изменений которые происходили с файлами и работа с историей с историями этих изменений виде ориентированного графа вот точнее сети то есть не просто учет какие версии каких файлов были работа с комитами работа с этими самыми 3 то есть с состояниями репозитория работа с несколькими репозиториями так далее да то есть возможность манипулировать вот этими деревьями разработки помимо трех задач основных которые решают систем контроля версии у нас есть несколько инструментов которые торчат наружу и предназначены для взаимодействия в рамках какой-то инфраструктуры эта инфраструктура еще предстоит сами первое это такое частичное документирование самого процесса разработки который заключается в первую очередь в комик местных на самом деле помимо комит местных еще от аннотированные теги поэтому говорил в прошлый раз и аннотированный тех это тоже такой инструмент документирования процесс разработки в В том смысле, что вы можете не просто в виде маркера поставить в виде отдельного тега на какое-нибудь дерево или на какой-нибудь коммит, а еще объяснить, зачем этот маркер тут, что он делает, какая у него роль и так далее. Вот это документирование процесса разработки со всей очевидностью создает информационную базовую подложку для того, чтобы эту разработку как-то координировать, собраться вместе, что-то делать и так далее. Но помимо тех моделей, о которых мы пытались говорить в прошлый раз, но кажется не договорили, поэтому я еще раз повторю этот кусочек, а точнее переповторю его, потому что кажется я его не договорил в прошлый раз. Помимо модели воображаемой взаимодействия, гид не так уж много предоставляет инструментов для реализации этого взаимодействия. Наверное, стоит остановиться на аннотированных тегах и сказать, что это две совершенно разные сущности. Нет, это мы тоже говорили. Аннотированные и неаннотированные теги это в общем очень разные сущности. Неаннотированный тег это просто закладка, которая лежит у вас где-то в репозитории. Сейчас где-нибудь найду такое. Вот. Значит Это вот, как кажется, с прошлого раза остатки. Сейчас дайте посмотрим. Короче говоря, неаннотированные теги, которые у нас есть в нашей разработке, мы увидим только вот здесь, точка гид, что там, ревстекс, вот. Аннотированные теги, И это прямо объекты, которые хранятся в дереве гита и содержат, значит, ссылку на тот коммит, который конкретно мы считаем важным пометить аннотированным тегом. Короче говоря, это то, что хранится в репозитории, а не в его метаинформации. Аннотированный тег. Давайте сейчас сделаем какой-нибудь аннотированный тег и посмотрим, что он действительно лежит где-нибудь прямо вот, прямо вот тут вот, да. Гид тег аннотейтед А, нет, давайте сначала так. Find точка гид тмп О. Теперь гид тег аннотейтед минуса минус м аннотейтед тег вот вот наши теги но мой point стоит в том, что после после того, как мы добавили в наш репозиторий аннотированный тег, он еще и в репозитории тоже сохранился. Давайте посмотрим. Ой, нет. Ой, смотрите-ка, не сохранился, вот это обидно. А вроде бы там должны быть теги. А, ну мы его можем запушить, тем не менее, мы можем сказать пушит тег, и он приедет туда в репозиторий. Ну вот, значит, что-то, значит, я соврал, не является он... не является... Отвечу, подпишем. А, у меня нечем подписывать. Черт, обидно. А, не греб, дип, фуёк, нет, не соврал. Прошу прощения. Все, все нормально. Смотрите. Вот ситуация, когда у нас появился аннотированный тег, появился новый объект в дереве после того, как мы добавили аннотированный тег. Потому что это такая специальная штука, которая хранится в репозитории, она пушится, значит, ну, в общем, вот. Более того, теги можно подписывать. То есть... О! Значит, если у вас есть подпись ГПГ, электронная, то вы можете подписать свой тег с помощью ключика минус S или минус-минус SINE. Вот здесь описано, как сгенерировать себе электронную подпись и как подписать. В результате... Ну, все знают, что такое электронная подпись. В результате авторства этого тега будет принадлежать и аннотация к нему исключительно вам, потому что можно проверить вашу электронную подпись. Вот. И на основании таких тегов можно строить дальнейшее взаимодействие в разработке, в том числе автоматизированное. Например, подписанный тег может являться основанием для того, чтобы удаленный репозиторий начал какие-то действия, например, автоматически что-то собирать. Вот. Почему? Ну, потому что он может... Движок удаленного репозитория может проверить... Костинга удаленного, прошу прощения. Может проверить, что это именно вы. Вы имеете право запускать сборку. И вот, значит, вы ее запустили. Примерно так, кстати, устроена сборочница в сообществе от Linux Team. Вот. И если у меня хватит сегодня времени, я покажу, как это работает. Проблема в том, что там очень много специфики, никакого отношения к питону не имеющая, и я боюсь вас запутать. Вот. Поэтому не обещаю, что мы до этого сегодня дойдем. Но, тем не менее, как вы понимаете, наличие электронной подписи на объект в дереве вашем, точнее, в вашем репозитории, более или менее гарантирует аутентичность автора этого объекта, и, соответственно, на этом основании можно делать какой-то релиз инжиниринг. Я не зря поправил себя, когда говорил, что этим будет заниматься хостинг репозиториев, потому что в самом ГИТЕ ничего такого нет. В самом ГИТЕ есть очень мощный механизм Хук, в котором мы не стали рассматриваться. То есть запустить какое-то действие при наличии... Вернее, запустить какой-то конкретный кастомный сценарий, на шеле, например, его написать, при фиксации какого-то действия над репозиторием, любого действия, неважно, какого там пуш, или пул, или еще чего-нибудь, в общем, любого. Но, как вы понимаете, эти ручки, эти инструменты дают нам конструктор по организации взаимодействия, но не организуют само взаимодействие. Поэтому довольно быстро мы вывалимся за пределы того, что умеет сам по себе ГИТ, и думаем, как бы нам организовать совместную работу и с помощью чего. У нас тут, на самом деле, повисла еще одна интересная тема. Может быть, ее имеет смысл про нее поговорить сейчас, а может быть, про нее смысл поговорить позже. Давайте поговорим про нее позже. По крайней мере, в планах она почему-то меня позже станет. Итак, повторение и неповторение того, что не было сказано до конца в прошлый раз. Когда ГИТ планировался линусом, он был рассчитан на модель совместной разработки, которую я назвал классической. Классическая модель – это когда у нас есть один публичный репозиторий, потому что вообще, а 20 лет назад с публичными репозиториями было не так, как сейчас. Гитхабов не было. Надо было самому все угородить. Чаще всего к этому репозиторию был доступ по секьюри-шелл у автора и по хттп путем публикации, там через какой-нибудь гитвет простейший, у не авторов, не хозяев этого репозитория. И, в принципе, того факта, что у нас есть один пришел-сорс публичный репозиторий, а разработчики работают с локальным репозиторием и отсылают автору серии патчей, как мы в прошлый раз это делали, патчсета, В принципе, этого было вполне достаточно для достаточно комфортного совместной разработки, с учетом того, что, собственно, вся движуха социальная происходила где-то на стороне, в каких-то списках рассылки или еще чего-то. Сейчас мы чуть позже про это поговорим. Уже такой формы достаточно. Тем более, что это все были люди такие, true unixoids даже, не то что linuxoids, у них всегда можно было отослать e-mail прямо с компьютера, то есть выполнить команду гитсенд e-mail и письмо дойдет, у них всегда можно прочитать почтовый ящик с пришедшим патчсетом прямо гитом и сказать гитаим прямо из почтового ящика и все применялось. В общем, какая-то инфраструктура при наличии почтового сервера прямо на своем компьютере, какая-то инфраструктура работала очень даже неплохо. При этом, человек, который монтанит публичный репозиторий, он же как бы являлся чиф-программером, он же являлся тем лидом, он же принимал эти самые мерш-реквесты, которые, собственно, были не мерш-реквесты, а просто присланы по почте патчсетами, пробовал их, например, на соседней ветке, ревьюил, отвечал по почте, чувак, ты какую-то фигню прислал, или чувак, я все сделал, но вот здесь я поправил. И так дальше, ну и так по кругу. Классическая модель, обратите внимание, основана на том факте, что у людей есть какая-то связанность друг с другом, например, e-mail, по которому они передают друг другу патчсеты и отвечают на вопросы, и взаимодействуют, и гид, и больше ничего. В какой-то момент, в момент, так сказать, развития этих ваших интернетов, модель классическая преобразовалась в модель, так сказать, более открытую, когда каждый из участников процесса может позволить себе получить публичный репозиторий, потому что есть гитхаб, а даже может быть и не гитхаб, просто есть достаточно простые инструменты публикации вашего репозитория, вашего репозитория. И вот у вас есть локальный репозиторий на одной или нескольких машинах, например, у меня есть несколько рабочих мест, на каждом из них есть локальный репозиторий многих программных продуктов, с которыми я работаю. И у вас есть публичный репозиторий, куда вы, собственно, публикуете изменения. Это очень удобно, вы мобильно с одного рабочего места на другое пересаживаетесь, синхронизируетесь с собственным публичным репозиторием, продолжаете работу, и делаете до тех пор, пока ваш кусок работы не будет закончен, Тогда вы формируете пресловутый мерч или pull request, не знаю, как это правильно назвать, потому что это, в общем, вещи очень похожие, хотя они не совпадающие друг с другом, который уже состоит не в том, что вы посылаете патч-сет, а в том, что вы письмом пишете «Дорогой мой темлит, который владелец пришел-сорс-пуль-репозиторий». В идеале, кстати сказать, в открытой модели, в пришел-сорс-репозиторий вообще никто в нем разработку не ведет. Он такой специальный для публикации и мержа, и больше ни для чего. Понятное дело, что это нужно только когда народу достаточно много, если у вас там три человека или два, понятно, что один репозиторий, условный темлит будет работать над репозиторием и сам, ну, желательно в отдельной ветке, конечно. А вот все остальные участники проекта будут вставить эти самые pull request. Так вот, pull request теперь состоит в случае открытой модели не по ссылке приложенного патч-сета, а в ссылке на тот конкретный коммит в репозитории, который, собственно, и является концом разработки. Разработки, помните, да, значит, цикл работы какой, засинкались, начали решать задачу, коммит, 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 решили задачу, потестили, в новом формате все хорошо работает, push. И вот в тот момент, когда вы публикуете свой репозиторий, вы посылаете тем лиду ссылку на этот коммит, было бы неплохо, чтобы вы, например, подписали аннотированный тег, в котором написали, какую задачу решили. И по этой подписи окончательно себя, так сказать, гарантировали собственную работу. Тут пришел Андрей и рекламирует ПО ГИТЕЯ, и передает привет коту. Я рекламирую другое ПО, чуть ближе к концу, оно на мой вкус самое лучшее. Вот, но это то, чем мы пользуемся в прошлом году. Вот, там непонятно сейчас с прайсом, вот, поэтому, вот, но, короче, ждите наши рекламы. Открытая модель. Оповещение, если у каждого есть свой публичный репозиторий, заключается просто в том, что вы каким-то средством связи, здесь уже e-mail не обязательно, доходит в телеграмке. Да? Шлете вашему темлиду уведомление, что вот в таком-то репозитории, вот ссылка. Я закончил свою работу, пожалуйста, померься с этим. В том же самом мессенджере или почтовой рассылке, или какой-то социальной сети, неважно, в которой вы переслали эту ссылку на финальный комит, доделанный, можно развести дискуссию. Хорошо у вас получилось, плохо у вас получилось, вот это все. Здесь же возникает идея, впрочем, она была и раньше, что информационное пространство вокруг такой совместной разработки должно быть совместное. То есть, это должна быть не переписка двух людей, вас и темлида, а некая общая переписка, например, список рассылки. То есть, если кто не знает, возможно, есть среди здесь люди, которые не знают, что такое список рассылки. Список рассылки – это такое почтовое e-mail образование, когда вы пишете на один адрес на сервере, а подписчики этого адреса, каждый получает ваше письмо. Список рассылки – это просто e-mail, который финиширует в некоторую условно массовую пересылку, на которую каждый из участников этой пересылки лично подписался. То есть, это не спам, а наоборот. И очень многие почтовые клиенты удобно группируют подобного рода переписку по так называемым трендам, под спочкам обсуждения. Поэтому еще со времен классической модели никаких проблем совместного публичного обсуждения одного конкретного акта работы, допустим, в межреквестах, который представлял собой просто почтовые сообщения, не было. Тем более, его нет в каких-то современных сетях, где все с этим, социальных или каких-нибудь мессенджеров, где все это все с этим, в общем, проще. Хотя, и тут надо сказать слово в защиту именно e-mail и почтовой рассылки, я не видел в жизни ни одного приличного мессенджера, который нормально умеет работать с трендами. Есть всякие групповые инструменты контакта типа Slack, но я с ними ничего не умею. Возможно, там удобно. Я, правда, ничего про это не знаю. Может быть, напрасно надо было к сегодняшней лекции потыкать в такого рода инструменты. Все остальное то же самое в открытой модели. Мы все еще считаем, что информационную структуру вокруг нашего проекта кто-то как-то организовал. Разница только в том, что у нас есть публичный репозиторий у каждого. И вот здесь прибегает GitHub. Ну, а первым был, кажется, даже не GitHub и даже не Bitbucket, а GnumOrg, как они там называются, я забыл. В общем, а еще SourceForge был. Короче говоря, тут прибегают порталы, то есть крупные агрегаторы. Крупные агрегаторы, которые представляют собой одновременно хранилища для гитар. Публикаторы для этого гитар, чтобы можно было предоставлять публичный хостинг, публичный репозиторий. Автоматизацию, взаимодействие между участниками проекта, особенно в случае, если все участники проекта имеют свои публичные репозитории на одном и том же хостинге, потому что централизация открывает очень много возможностей по идентификации. Да, вот представьте себе, тут типичный GitHub, GitLab, SourceHut, кто-нибудь такой. Значит, представьте себе, сколько можно навертеть всякого интересного, если вы можете не просто написать сообщение вашему товарищу, а в этом сообщении коротенькой ссылочкой указать на номер строчки в определенной ветке вашего кода. Вот, сослаться. А потом, когда будете делать, допустим, пул реквест, то тоже, в общем, сделать это в рамках того же самого и сказать, а вот это мой пул реквест. А если при этом к этому прикручено еще что-то вроде форума или там то, что называется дискашн, то у вас открываются такие штуки, как вот обсуждение конкретного пул реквеста, для которого ничего не нужно делать дополнительно, ни тем в письме задавать, ничего. Просто здесь, вот это мой пул реквест, давайте обсуждать. Вот. Вот Алексей тут рекламирует Slack. Как раз там все это сделано. Slack как раз специальный инструмент для разработки, для координации команды разработчиков. Вот. Дальше больше. У этого пул или мерш реквеста, у этого акта обращения к держателю основного репозитория с просьбой помержиться с результатами вашей работы, есть несколько довольно очевидных в workflow, довольно очевидных мест. Вот вы засылаете, происходит предварительное ревью, человек говорит, хорошо или плохо, потом он как-то ревьюет, то есть где-то на стороне этот мерш все-таки прикладывает, смотрит, что получилось. Отвечает вам, получилось плохо, надо поправить там-то и там-то. Вы правите, встраиваетесь в этот пул реквест в дальнейшем, снова с ним взаимодействуете, говорите, я тут поправил, переделай. Вот. Ну, короче говоря, если вы находитесь в рамках общего хостинга, информационное пространство вокруг такой штуки, как пул реквест, организуется достаточно легко, и в зависимости от хостинга это понятие может очень сильно меняться. То есть общего термина с такой пул реквест, кого-то стандарта, нет вообще. Что в очередной раз нам напоминает, что этот термин не относится к гиту как таковому, а относится к области социального взаимодействия. Вот. Ну, а дальше больше, да, значит, если у нас есть привязка к исходным текстам, у нас может быть то, что называется ишью трекер. Вот. Да. Что такое ишью трекер? Тут я перескакиваю немножко назад, вперед. Ну, в общем, это важно. Ишью трекер – это ситуация, когда вы... Ну, как бы, смотрите, на самом деле пул реквест – это частный случай ишью трекинг, причем достаточно извращенный. Основной инструмент разработки – это когда у вас возникает проблема или задача, например, там, ошибка какая-то, которую надо исправить, или фича, которая какая-то, которую надо реализовать. В инструменте управления разработкой, как раз социальном, делается такая пометка, ишью, надо сделать то-то. И потом этот ишью кто-то обрабатывает. У этого инструмента очень долгая история. Он, понятно, идет еще от систем технической поддержки, вот оттуда. Но с точки зрения программиста, идея, в общем, понятно. Вот у нас есть код. К этому коду можно прикрутить понятие ишью, которое будет говорить, код надо изменить по той или иной причине. И у этого ишью будет история, в которой будет написано, что вот код поменялся. Я, наверное, даже попробую сейчас показать какую-нибудь ишню. Я, к сожалению, в силу моего альтинуксовой моей занятности. Я в основном занят ресурсами Team. И я небольшой, небольшой, не очень сильно активничаю на GitHub. Вот. Поэтому там все довольно древненькое. Но что-нибудь покажу. Сейчас. GitHub. GoodHub. Сейчас только залогиниться, наверное, надо. Вот. Сейчас залогиниться. Вот. я тут на другом окошке зашел в пост. В почту мне прислали вот эту самую подтвержденьку. Значит, повторяю, я очень мало за своей жизнью на GitHub сделал ишисов. Прям вот с гулькин нос. Вот. Какой-нибудь успешный сейчас найдем. Хорошо. Вот тоже довольно старое мое взаимодействие с одним питоновским модулем. Человек написал на питоне программу цветной ЛС. Вот. Она у него падала. Я ему послал сообщение об ошибке. Он сказал, у меня все работает. Потом пришел более умный, чем я, человек и сказал, а вот у меня не работает при таких-то условиях. Вот. Ну и, соответственно, человек багу поправил и через несколько дней, месяцев, через две недели я подтвердил, что бага это исправлено. Вот. Значит, что здесь написано? Здесь напишем ишью. Написан краткая формулировка того, что произошло. Написано, как это дело достичь. Этого оказалось недостаточно. У человека на макосе не воспроизвелось. Вот. Хотя у меня на всех линуксах, на которых я пробовал, воспроизвелось. Вот. Но, видите, нашелся умный человек, который на это посмотрел и обратил внимание, что нужно, что нужно, что, 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 что эта штука внезапно пользуется каким-то гитом, внутри себя пользуется гитом. Вот. И в случае, если символная ссылка из каталога указывает вне гита, вот тогда-то это падение происходило. Ну, в общем, странный программный продукт. Я не уверен, что я буду им когда-то пользоваться. Просто я как-то тыкнул, попробовал, словил ошибку, повесил багу и ушел. Вот. Это вот типичный ишню. И это типичный его воркфлоу. Воркфлоу стоит в том, чтобы обычно сообщить, затем пообсуждать его, затем попробовать пофиксить, и, видите, человек спрашивает, ну, чего, значит, вот здесь у вас, collaborate, вы будете закрывать эту ошибку? То есть, ошибка пофикшена или нет? Вот. Если бы я ему вовремя ответил, да, ошибка пофикшена я проверил, то он бы сразу закрыл, он подождал шесть дней, через шесть дней закрыл ее сам со словами, ну, раз вам все равно, то я считаю, что у себя все пофиксит. Вот. Я, правда, сегодня, когда все это реализовал, отозвался. Вот. Такой довольно типичный воркфлоу обработки ошибки открыть, обсудить, решить, закрыть. Обратите внимание, что решение и закрытие делают вообще разные люди. Фиксят ошибку автор, закрывает ошибку тот, кто открыл. Вот человек, честно, там вот, по той ссылке, которую мы смотрели, честно у меня спрашивал, можно ли закрывать, и закрыл просто потому, что я его прогнали. Есть прекрасный текст, который называется, как эффективно сообщать об ошибках, написанный моим любимым программистом. Я, правда, человек это очень, как бы, не то чтобы фанатею, но это, правда, очень клевый чувак, Саймон Тетхам. Это относительно неплохой перевод на русский. Значит, про то, как сообщать об ошибках. Дело в том, что социальное взаимодействие в рамках issue tracking очень удобно для занудных интровертов под названием разработчики. Там все четко. У тебя свалилось, ты описал, в каких условиях свалилось, ты описал, как свалилось, ты описал, что ты, как этого добиться, то есть, как воспроизвести. Ну и вот. Соответственно, что нам советует Саймон? Саймон советует формировать, что произошло, а не говорить, оно не работает. Показывать как именно и в каких условиях не работает. Показывать, как воспроизвести более сложные ситуации. Show me how to show myself. Вот. Не обижаться в ситуации, когда вам отвечают, а у меня все работает. Вот в вашем случае произошло ровно это. Человек ответил, а у меня все работает. Я, разумеется, не обиделся, но я и не ответил на это. Вот. Правда, он меня спросил, не последняя ли у меня версия. У меня была последняя версия. Ну, на те поры. Значит, Саймон советует никогда, никогда не, вот это, что означает, да? У меня не заработало, я попробовал еще вот это, у меня тоже не заработало, а еще вот это пора пробовал, у меня это тоже не заработало, вот мое сообщение об ошибке. Не делайте так никогда. Саймон советует, как только все сломал, что-то сломалось, это уже ошибка, давайте портить ее. Мало ли, что там дальше после этого сломается. Вот. Ни в коем случае не пытаться фантазировать на тему того, что произошло, а проверять свои фантазии. Вот. То есть, если вы не в состоянии починить ошибку самостоятельно, то вот. Ну и там понятно, да? Что еще? Да, и очень аккуратно описывать то, что происходит. В общем, почитайте эту статью. Статья хорошая, веселая, автор тоже хороший, веселый. Вот. Хочу сразу сказать, что как только к вам прилезает разработчик с циничным заявлением патча овелком, то есть это линукс или это питон, да? Тебе надо, ты и делай. Тоже не стоит на это обижаться. Люди, которые занимаются разработкой, у них много, большой фронт работ, и довольно часто бывает так, что ваша ошибка у них с первого раза не воспроизвелась, или они не считают, что это критичная для них ошибка, или еще что-то. И одно дело, когда говорите, а у меня не работает, даже занудно и аккуратно, а надо это делать занудно и аккуратно, описывая, где и когда не работает. И совсем другое дело, когда вы говорите, у меня не работает, я поправил исходный код так-то и так-то, и у меня заработало. Это уже челлендж. И в этом случае AppStream вам будет благодарен по-любому. Он либо применит ваши патчи, либо вы его возьмете на слабо, я починил, а ты, и он починил. В любом случае, вы добьетесь своего гораздо лучше, если попробуете починить проблему сами. И именно в этот момент, вместо issue tracking, мы уже имеем дело с более близким нашей теме понятием pull request, потому что, раз вы уже все починили, то в идеале ваш починка должна выглядеть не так, поправьте вот там, вон тот символ, а не вот там, вон там поправьте. Вот это плохая идея оформление патчинки. Когда-то слали патчи со словами давайте попачим вот так, вот я применил этот патч, у меня заработал. Но при наличии общего информационного пространства и гита, идеальная ситуация, это тот самый pull request, когда вы просто тупо клоните рядом, скажем, на том же гитхабе, гитлабе, где-то еще, тупо клоните репозиторий, в котором произошла ошибка, делайте в нем правку, и средствами того, хостинга, которым пользуется ваш обстрим, сообщайте ему, чувак, вот померешься с этим, и ошибка пропадет. Да, 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 вот Андрей говорит, fork me, то есть, понятное дело, что какая-то часть разработчиков работают за чистый фанатизм, и они поправят вашу ошибку, просто потому, что у них, как это, очень сильно зудит, хочется поправить все ошибки, которые они видят. Но если посмотреть на хорошие, большие, успешные проекты, Игорь, не только, вот как раз об этом сейчас говорит Андрей, не только, как если автор забросил проект, если посмотреть на хорошие, большие, успешные проекты, то вы увидите, что там сотни ошибок. Среди этих сотен ошибок довольно много глупостей, довольно много людей, которые не соблюдают дисциплину оформления сообщений об ошибке, довольно много не ошибок. И вы вместе, как бы оформляя вашу ошибку, не как жалобу, а у меня не работает, а как ссылку на межреквест, в котором написано, что за ошибка была, и как вы ее исправили, вы проявляете очень высокую, достаточно высокую степень уважения к Апстриму, как бы говорите ему, я уважаю твой труд, я нашел ошибку, я сам ее исправил, посмотри, пожалуйста, может быть тебе пригодится, нет, так и как бы у меня будет исправлен. Даже в этом случае нельзя ожидать, что на вас отреагирует немедленно, потому что, повторяю, никто никому ничего не должен. То есть, ну вот, люди занимаются проектами тогда, когда они ими занимаются, если у вас нашлось время поправить ошибку, а у них не нашлось время прочитать сообщение об ошибке, так тоже бывает, это совершенно необязательно, проект заброшен. Вот я тут жаловался в чатике, что я уже две ошибки вражься поправил, и пока что ноль эмоций. Надо будет попингать этих людей. А вот. Тем не менее, как вы понимаете, даже в ситуации, когда вы просто попатчили проект, сообщили об этом в Межрегвесте Апстриму, и все зависло, даже в этом случае вы работаете на мировую гармонию, потому что кто-то, кто наткнется на ту же самую ошибку в том же самом проекте, увидит ваш патч и применит его. И возможно тогда, как советует Игорь, лучше идеи, то есть вы придете к выводу, что Апстрим забросил разработку, и вы пофоркаете, и будете сами от себя обстримать. Так тоже можно. Вот. Как уже было сказано, в случае полу-реквеста, к этому информационному потоку можно привязать любые точки разработки, если это все происходит в рамках одного, одного репозитория, одного хостинга. И в общем картинка получается довольно удобная. Но это еще не все. Есть еще одна тема, на которой я уже делал, есть еще текст, как задавать вопросы за авторством нашего Эрика Раймонда. Лично. Вот отдельный текст. Он, как видите, связан с более общим пониманием, не с ишу трекингом вообще с вопросами. Тоже, в общем, как это, товарищи ученые, пятый год у меня в подпиле, происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, от чего он происходит. Да, то есть тоже важная тема, как задавать вопросы. Вот. Так вот, Continuous Integration, это такая тема, долгое время лично для меня была, как для разработчиков, причем разработчиков, там, на Си, например, была, в общем, молодоступной, немалопонятной. Вот. У нас будет разговор про Си ближе к концу семестра. Но идея состоит в том, что информационно-технологический ресурс, который вам предоставляет вот то место, где вы разрабатываете, могут быть достаточно мощными, чтобы, например, автоматически или полуавтоматически по запросу, например, по подписанному тегу проверять качество того кода, который вы коммитите. Например, если программируете на Си, собирать, или там на питоне, собирать финальные версии дистрибутива вашего программного продукта под несколько платформ. Запускать тесты. Вот это все можно автоматизировать. И опять-таки, понятное дело, что одно дело вручную запускать эти тесты на собственном компьютере, и совсем другое дело пользоваться ресурсами какого-то большого портала типа GitHub, который за вас все это сделает, если вы опишите, как именно тестировать, как именно собирать, выкатывать дистрибутивы, как именно это делается в рамках данного формата. Вот, вот, вот. Смотрите, Дмитрий, все так. Значит, запомните главное правило, которое я когда-то сформулировал для Linux, но на самом деле оно действует для всего open source. Да? Значит, это Linux, тебе надо, ты и делай. Ну, потому что ну, надо, делай. Патч со welcome for me. Вот. Так оно и работает. В конце концов, нас здесь весь мир, кому-нибудь в мире, будет это действительно надо, ну, а мы ему поможем. Такие дела. Бла-бла-бла, еще бла-бла-бла. Да, ну, соответственно, дальше больше, но вот тут я уже окончательно теряюсь, это уже к вопросу о тим-менеджменте, потому что есть всякая аналитика, коэффициент участия, группы, планирование, байл-стоуны какие-то, ну, вот вся вот эта, вот эта, вот эта, вот эта, все вот эти вот инструменты, которыми я пользуюсь вообще не умею, и поэтому говорить про них не буду, но общая наша тема, не только гид, это значит, что вот тот инструмент, с которым мы в основном работаем в этом семестре, по части разработки, как бы, закрывают всю технологическую сторону, а по части взаимодействия нет. Ну, да, например, переводы, тут вот Артем подсказывает, что интернациализация и локализация это почти всегда стороннее взаимодействие, потому что далеко не каждый автор может перевести программу на нужный язык. Совершенно справедливо. Например, я абсолютно уверен, что вот этот текст писал не Саймон Тетхам. Не думаю, что он знает русский. Какой-то Белугин перевел этот текст. Примечание. Да, так вот, значит, спасибо, Артем. Так, Сяй, Сяй, это средство автоматизации проверки качества и сборки финальных версий, которые за вас, которые делают не вы, а делают тот же хостинг, на котором вы публикуетесь. Еще один, одно, про что я забыл упомянуть, и про это у нас тоже будет отдельный разговор впереди, это документирование. То есть, ваш проект, для того, чтобы можно было нормально в нем участвовать всем участникам и входить в новым участникам, должен быть хорошо задокументирован, как сам проект, то есть, вот, а что, собственно, вы делаете, техническая документация, как видите, и дисциплина разработки, в нем тоже, какие коммиты принимаются, какие не принимаются, какой кодеку старик используется, ну вот, вот это вот все. Для этого, опять-таки, на порталах появляются всякие штуки, типа вики, или даже какого-нибудь стат-публикатора сайта, сайта-генераторы, где вы в простом формате делаете документацию, она вот появляется. И это у нас тоже будет, мы будем писать документацию, мы будем делать, генерировать, выгонять документацию и даже попробуем ее опубликовать на ReadDocs.io. Вот. Еще немножко бла-бла, или давайте сделаем перерывчик и немножко поработаем с одной, а потом вот надо не забыть вернуться вот сюда, поработаем с одной конкретной темой, которая называется работа с несколькими удаленными репозиториями. Значит, идея состоит в том, что вы можете вы можете вести разработку, особенно в ситуации, когда у вас вариант открытой разработки или модель общего хостинга, вы можете вести разработку в такой форме, что у вас есть ваш собственный публичный репозиторий. Есть репозиторий Pre-Source, и вам совершенно не обязательно накликивать все вот эти мержи и вообще как-то синхронизоваться через сайт. Какие проблемы, смотрите. Вот у нас, допустим, есть репозиторий, ну, не знаю, какой мог, что тут показалось. Да. Значит, вот у нас есть репозиторий того самого RARS, по которому я повесил две ошибки. Он, правда, на джал написан, но, слушайте, не обязательно же на пятой. Давайте посмотрим, что нам говорит QGIT. И это моя разработка на отдельной ветке, это неинтересно. А вот это вот AppStream, а это мой пачка к AppStream. Сейчас покажу все. Значит, вот есть репозиторий RARS, это наш эмулятор, это наш эмулятор RISC-Five, который мы используем в лекциях по архитектуре. Вот он. Точнее, вот он. У него вот этот. Вот он. Вот его репозиторий на GitHub. Давайте мы воспроизведем все сначала. Да, значит, сделаем так. Git. Значит, что мы хотим? Мы хотим повесить хороший, четкий ICHO с хорошим, четким межреквестом. по той самой модели, про которую говорил сейчас Андрей под названием ForkMe. Для этой цели мы должны форкнуть чужой репозиторий, сделать в нем какие-то значит, какие-то изменения и отрапортовать, что вы как бы эти изменения сделали. Тут есть одна маленькая проблема. То есть, не проблема, а такая штука. Вы можете это сделать, путем накликивания в интерфейсе гитхаба, но поскольку накликивание в интерфейсе гитхаба специфичны к интерфейсу гитхаба, я попытаюсь рассказать, как это делается без него. Значит, тут важно понимать вот что. Что есть один момент, это инициализация удаленного репозитория, которая почему-то в гите не прописана в самом. Вы не можете с помощью гита взять и внезапно завести пустой репозиторий в месте публикации. У вас даже какая-то кнопочка. Вот. Например, в этом самом гитхабе вы делаете кнопочку значит fork репозиторий. Но в принципе вы можете вообще пустой репозиторий завести. Дальше. Дальше происходит так. Значит, даже не знаю, давайте что-ли заведем пустой репозиторий. А, нет, не можем. Все равно надо форкать на гитхабе. Ну окей, значит, вы форкнули. Давайте мы это сделаем просто еще разок, я потом удалю этот клон. Давайте мы выйдем вот сюда, сделаем еще раз форк. А, он говорит, то у вас уже есть. Ну, неинтересно. Значит, давайте что-нибудь еще вклоним. У меня уже много. JavaScript, Rust. Плохое место. Хорошо. Давайте попробуем другое. чего-нибудь хоть поклонить. Хочется же. Вот Питер Войлер, у него есть какие-нибудь репозитории? Ну, много репозиторий. Куланг. Пуфиглит, а он ногой пишет. Да что ты будешь делать? Ну, кого еще пофоркаться? я даже не знаю. А, слушайте, а помните, у нас был этот самый генератор имен? Как он звался-то? Пнейм. Пнейм. О, шикарный. Вот его можно пофоркать. Что происходит? Сейчас у нас есть репозиторий исходный, который затейлпенеймс. Артем говорит, что на хостинге, который используется в Altinox Steam, с помощью интерфейса управления можно пустой репозиторий оформить. Но, поскольку мы тут немножко пользуемся гитхабом, я пытался сделать гитхаб, не знаю, получилось, не получилось. Идея была в том, что в пустой репозиторий можно запушить что угодно, пока он пустой. Ну, да ладно. Вот мы зафоркали. Что в результате произошло? У нас есть два репозитория. Смотрите. мой, являющийся форком абстримного. Давайте мы его прям заклоним. Да? О, и абстрим. Абстрим репозитория вот. Предположим, я забил. У меня есть какой-то свой патчсет. Давайте мы сейчас сделаем это, прям вот нисходя с места. Какой раз? А. пенеймс. Да. Предположим, мы остановились вот на этом самом, вот сейчас, git reset, минус-минус hard, git reset, минус-минус hard, вот эту штуку. Да. Давайте на секундочку предположим, что этот форк я сделал когда? В октябре 2020 года или там чуть позже. И у меня в истории сейчас есть рассинхрон с абстримом в моем локальном репозитории. более старые коммиты, нового коммита нет. Есть способ проще нажать кнопочку где-то тут, не знаю только где она. Вот здесь вот fetch upstream, но это кнопочка. Давайте это сделаем ручками. Чтобы сделать это ручками, надо взять upstream на репозиторий и зарегистрировать его как еще один удаленный. git remote минус в, кажется. Вот. Командочка git remote минус в покажет нам какие у нас уже есть удаленные репозитории. По умолчанию всегда есть репозиторий origin. Это тот откуда мы клонились. Говорим git remote add git remote add называем этот репозиторий скажем upstream и говорим ему откуда форкать откуда клонить. вот у нас теперь два репозитория предположительно он не знает гид не знает имеем ли право туда пушить или не имеем сразу скажу не имеем здесь классическая схема вот но у нас теперь два репозитория и мы можем что сделать мы можем взять и сказать git remove update в результате в наш репозиторий большой который куточка git скачается содержимое удаленного репозитория у нас будет два набора вот и скажем git так нам покажет все теги которые есть в этом репозитории в том числе тех которых у нас не было вот 024 у нас не было у нас был 023 а 024 у нас не было если сказать сейчас взять и помержится с вот этим самым удаленным репозиторием upstream то в результате к нам в ветку приедут все те изменения которые там были git merge upstream upstream git pool да значит что такое git merge я немножко соврал что git pool это две команды git fetch и git merge с конкретной версией то есть соответственно надо было сказать upstream что там мастер вот да это название репозитория а это название ветки с которой мы межимся понятное дело что мы не можем запулить из абстрактного репозитория без указания ветки мы должны указать комитиш с которым мы межимся а комитиш это как минимум название вот что сейчас произошло к нам в текущей репозитории приехали все те изменения которые мы проворонили в момент этого с момента upstream если мы хотим сделать какой-то меж request мы делаем git push мы делаем свое исправление там вот какой-нибудь ну тут напомню никакого не нужно ну никакого не нужно ну в общем какое-нибудь исправление неважно какое это вообще тесты это тесты абсолютно неважно какое исправление чтобы не тупить вот значит в результате у нас получается что мы выезжаем вперед по сравнению с значит upstream вот да мы говорим git commit значит да было бы неплохо почитать какой какие какие у автора и у автора дисциплина оформления commit месседжей прям скажу так себе у автора дисциплина commit месседжей во-первых и правильно во первых в основном короткий короткий commit месседж без особых комментариев во-вторых финиш 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 так финиш тогда я тоже могу добавить значит git commit минус а минус m что там никому это не нужно автор такой commit конечно не примет но пускай будет дальше у нас есть два пути значит первый путь состоит в том чтобы посмотреть что мы наделали в чем разница между нами и скажем обстрим мастер и сказать а гид формат пач вот эту фигню гид формат пач по отношению к обстрим мастером вот пожалуйста вот этот пачек посылаем автору пускай принимает второй вариант состоит в том чтобы сказать гидпуш зайти в браузер в интерфейс гитхаба и в этом интерфейсе гитхаба накликать давайте мы сейчас перезагрузим его вот да добавлен докстринг в этом значит интерфейсе гидхаба накликать тот самый мерч господи мерч pull request по этому самому значит нашему исправлению не будем этого делать потому что о не будем этого делать потому что автор обидится я думаю в первую очередь вот но понимаем что разница между отсылкой вот этого патча и вот этим пул реквестом с помощью накликания веб интерфейсе очень небольшая в действительности очень небольшая в действительности а вот кто еще могу показать из истории таких вот успешных взаимодействий вот это не успешного взаимодействия человек не согласился с моими патчами это вот история да вот давайте покажу вот здесь вот вот здесь вот вот здесь вот у меня есть прям и шью вот вот смотрите вот тут я проделал вообще все что нужно но upstream пока меня игнорирует уже уже месяц как после разговора там с завсегдатами нашего чатика обнаружилось что если запустить 12 системный вызов а я говорил на лекции не запускайте 12 системный вызов то при попытке чтения издевнула падает сама джава чем не просто падает а падаешь null pointer exception джава падает null pointer exception джаве есть null pointer exception если вы забыли проинициализировать указатель вот я поставил и шью в котором я сослался на код видите ссылочка на код вот она и сослался на pull request вот это мой pull request в котором описана та же самая проблема вот она и в котором описано что собственно нужно делать давайте посмотрим как посмотреть на патч он открыт и еще ничего не произошло а а вот и патч да у нас приехал ну 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 пришли лучше бы превратить во что-нибудь другое иначе будет null pointer exception вот такой простейший патч если автор согласится примет этот pull request то все пройдет но вот он уже месяц как висит 23 дня вот есть еще одна бага висящая на тот же самый на тот же самый раз только на другой подпроект вот это бага не закончилось пока пул реквестом я у меня руки не дошли это починить вот это то что вот совсем недавно тут сообщалось что если вызвать вот такую инструкцию то 1 умножить на 1 плюс 0 будет равен нулю просто потому что там так написано вот здесь написано что если хотя бы одно из этих равно нулю то возвращать 0 ну такое вот неприятно да в общем вот это что касаемо взаимодействия через гитхаб значит вот тут я хочу пожаловаться почему в нашем в нашей лекции сегодня много бла-бла по двум причинам вот присутствующий здесь артём рассказывает про то что есть достаточно простые интерфейсы управления гитхостингом например таких куб устроен у нас в altinux team проблема взять сесть на попу и рассказать про инструмент гитальт про который говорит артём в том что ну как это начать и кончить потому что там все что зачесано на монтейнерство пакетов это очень далеко от той тематики питоне которая у нас с вами здесь и поэтому как бы я решил это не делать вместо этого я решил упражняться с инструментом который называется гиткли битхаб кли вот вот он смотрите какая красота в общем эта красота которую писали марсиане то есть ничего менее соответствующего моему пониманию команд лайн интерфейса в жизни я не вижу фиг мы с ним с раскраской раскраска сейчас модно но это такая утилита командной строки которая время от времени вместо работать никак питер constraint командной строки как визерт задает вопрос когда выводит менюшки и с помощью стрелочки в этой менюшке что-то выбирайте и это такая утилита командной строки которая кходят к гитхабу по семью решэлу но не умеет секер measurements агента и так дальше и так дальше и так дальше я делал сделал вчера один подход к ней сегодня один подход пока я не готов убить убедить себя в том что я эту штуку рекомендую к повседневному использованию уж лучше накликивать мышкой через окошечко так у нас осталось 20 минут и я обещал еще три темы аж три темы так что давайте пойдем дальше первая тема это как не надо использовать гид можно но не надо это использовать его в виде централизованной они распределенной модели разработки когда у вас один единственный репозиторий и несколько людей имеют право туда пушить в общем то проблем нет потому что вы можете раздать ключи вы можете раздать пароли вот какая разница кто именно пушит там все будет хорошо в том смысле что у того кто пушит будет комитер айди и нормальный время все будет хорошо проблема стоит в том что гид как таковой не предназначен для такого для такой дисциплины разработки для такой дисциплины разработки призначены централизованные системы контроля версии например с обвешенность самый известный вот главная проблема с которой вы столкнетесь введя такую систему разработки это как не помешать друг другу одно дело когда вы работаете по принципу мерз до пул то есть чив сидит там тем лид сидит и все мер и совершенно другое дело когда вы все в один и тот же репозиторий какие-то изменения кладете вы их туда кладете а там все поменялось в это время как обычно это делают за обычно забывает забивает костылями например использует такую дисциплину что у каждого значит что человек работает весь день ничего не пушит а потом все пушит одним большим скопом вот или ну это неудобно но тем не менее или каждый работает в своей ветке а потом эти ветки мерзут и тут надо понимать что если вы избрали централизованную модель она ну как бы иногда бывает удобно когда все сидят рядом примут на соседних стульях там и может при а можно я запушу нет нельзя я там вот 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 так он все означает даже в этом случае вы несколько обрезаете возможность по нормальной нормальному использование кита потому что ветки предназначены не для того чтобы каждый к пушил в свою ветку а для того чтобы разделять сами работы на эшелон например девел тестинг продакшен до или релиз фича то есть ветки нужны не для того чтобы каждый пушил в свою ветку а для того чтобы проделывать на них некоторую работу содержать на отличающиеся от основного релизма понятное дело что иногда это совпадает там какую-то работу делать какой-то человек но объединять эти два разных подхода не надо потому что для этого как раз в детей есть индивидуальный репозиторий ты в индивидуальном репозиторий делаешь свою работу вот ты ее доделываешь или там вы ее доделайте кому надо туда заглянет в твой индивидуальный репозиторий а вот когда пройдет время сливать вы тогда и совет и с какой веткой будет происходить слияние это еще вопрос скорее всего нам сделал да и что так наконец главная фишка что в детей нету вообще никаких прав доступа никаких никаких разделений доступа понятное дело что вот если у вас централизованный репозиторий всегда заканчивается тем что вы там одному пользователю даете право в этот каталог писать в этот не писать эту ветку писатель не писать в общем вот такая вот развесистая система контроль доступа потому что доступ к одному и тому же деле в детей ничего этого нету возможно есть какие-то схемы которые позволяют с помощью муха и веточка реализовать в общем не делайте так тема закрыта это допустимо скажем так бывают случаи когда удобно используют централизованной модель вот но довольно редко еще одна тема которая хотела рассказать прежде чем перейти к последней это сорс хат тут говорили про гитхаб много примерно такого же размера примерно такого же размера хостинг под названием git lab господи глитаб да глитаб это хорошо вот у гитлама есть очень важное отличие от гитхаба он у него есть open source edition комьюнити дишин так называемый то есть инструмент под названием git lab можно развернуть на отдельно взятом компьютере кстати у нас на в культе так сделано вот и это в общем полноценный полноценный хостинг жом 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 вот это полноценный хостинг с своими проектами со всеми делами написан он чуть ли не на пхп или на чем-то страшным совершенно с огромным количеством джаваскрипта разумеется вот сейчас узнаем кстати вы сейчас попробуем узнать есть там пхп или нет нет там пхп ну значит не на пхп не знаю на чем он написан вот давайте узнаем на чем он написан в конце концов чем мы сейчас да вот не знаю на чем напитать друг спросим у гугла не логича это логич локализация о давайте попробуем давайте попробуем спросить здесь наруби он написан конечно какой черт пхп господи чай несу понятно написано на рубе и вот способ монетизации у гитла вот такой что есть как open source комьюнити эдишн а есть вполне себе проприетарные куски которые предназначены для дипломент уже за деньги такой так называемый open core вот и в общем это довольно таки монструозный монстр хотя хотя его монструозность как раз очень подходит для здоровенных проектов ну в общем не то чтобы равных но сопоставимых с тем самым гитхабом гитхаб гитхаб продает свои инстансы но как я так понимаю что ничего консорсного гитхабе нету кроме тех принципиального по сорта кишок которую иногда показ помимо таких здоровенных хостингов есть еще хостинги поменьше значит у нас тут детей до упоминалось кажется детей да давайте посмотрим на детей вот написано он тоже на общем ну как бы написано ногу это и хорошо и плохо в общем уголь свои свои закидоны и вот ну скажем вот этот гитхаб цель он тоже написано ногой и именно поэтому он не умеет в не умеет в с х агент потому что у с х агента у того 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 не стоит того и той реализации с х написанные ногу нету с х агента вот а еще есть битбакет спасибо но битбакет он кажется кажется портал то есть он не свободный да то есть еще битбакет действительно детей я свободный написано ногу относительно неплохо деплоится является тоже в общем вполне себе порталом вот бесполезенны самостоятельный сервис ноги из еще поменьше штук можно вспомнить какой-нибудь колителю который написан на питоне вообще да только через к по моему а может она уже и на ни на чем не написано что и уже нету а вот к литая гид колесе она называется вот вот ее я никогда не ставил но дайте просто посмотрим на чем на питоне питон плюс х ты мы вот нее никогда не ставил но значит слышал в общем довольно приличные они отзывы и и видите вот она надо питоновая вот но из таких вот решений которые мне действительно понравились в последнее время даже в прошлом году мы пытались им пользоваться просто там возникли некоторые сложности именно с развлечением ну короче мы я не смог его задеплоить а сам сайт стал немножко платный и эта штука который называется сорс хат этим туда пойдем вот значит это мега минималистичный торцать написано на питоне мега минималистичный проект заключающий в себе полный хостинг процесса начиная от публикации кончайка континус интегрэйшн вот сейчас попробую злогиниться тогда вот значит как видите дичайший минималистичный интерфейс кнопочек в нем раз-два и обчелся вот тем не менее все нужны все нужные функциональности в нем присутствуют что важно вас быть может я в будущем семестре опять сделала на базе сорс хата вот эту разработку просто там особенно если мы и развернем где-нибудь вот все инструменты социальные взаимодействия присутствуют есть так называемые туду листы это отдельные списки где люди общаются есть списки в которых ну информационные в которых люди обмениваются патчами и пересылают друг другу собственно пол реквесты есть понятное дело хостинг gta он двухуровневый у вас есть проекты и внутри проектов есть собственно сами сами эти самые вот вот пожалуйста отдельный проект вот самое пожалуй клевое что мне нравится в сорс хате это то как он показывает гитлог это фактически презентация смотрите как красиво выглядит гитлог есть вот аккуратно настроить и аккуратно проводить вот давайте посмотрим что он еще умеет что он умеет он умеет соответственно концентратор проектов он умеет builds continuous integration у него есть чат с помощью древнючего протокола rc но он работает у него есть гид костинг у него есть бак трекинг туда батреки я соврал это я да у него есть документация у него есть хостинг mercurial хотя кому он нужен вот и у него есть у него есть pages то есть инструмент публикации документации у него есть свой собственный сервис для то что в гугле называется google giz свой собственный сервис обмена сниппетами вот ну и всякое такое значит выглядит очень клево до недавнего времени был полностью свободно сейчас надо посмотреть что у него с прайсингом вот полосу сам сервис был полностью свободный программное обеспечение под названием сорс хат полностью свободно можно почитать где-то тут про дипломент но кунду свеки сейчас попробую найти о полностью свободно все исходники лежат там же на сорт хате инструментарий по дипломенту описан вот по умолчанию заточен на альпин линукс в качестве базы ну альпина альпин чем плохо то вот вот собственно инструкция по установке этой компоненты сорс хата не все из них можно ставить для установки требуется пост без редис mail сервер и крон все бреди с база данных ну вернее этот самый обжиг 100 в общем прикольная штука времени разобраться за разобраться как ее установить не было у меня а вот так то в общем всем рекомендую если если что вот значит отличительный осталось пять минут но и хорошо отличительность особенностью торс хата является то что у него все социальные взаимодействия происходит через почту почту ту самую старый режим можно письма туда посылать но это почта снаружи обмазана веб-интерфейс то есть и вашим и наши товар ну вот эта минималистичность конечно меня покоил свое время то есть это правда реально такой вот ну то есть вот на это смотреть гораздо гораздо легче чем на какой-нибудь вот этого да вот на вот это вот вот на вот это вот все смотреть гораздо сложнее чем ну ты ну про вот о андрей под к показывает fossil значит fossil это такой бинарник один бинарник который одновременно является и vcs и веб-сервером и инструментом чата еще чем-то еще чем-то еще чем-то адмениться одним человеком в общем с моей точки зрения ничего плохого про этого гениального человека сказать не могу скорее курьез я даже знаю пользователей форсово может быть лучше форсово но он не гид а сорсказ это гид у нас осталось пять минут на одну очень большую важную тему у нас открывается регистрация семестровых проектов все кто хочет получить оценку поэтому спецкурсу приглашаются в командное состязание оборот командную разработку вернее даже не так все хуже не приглашаются им предлагается организовать командную разработку отчетом по нашему курсу является в первую очередь семестровый проект семестровый проект это проект который что-нибудь делает неважно что важно чтобы там было достаточно кода на месяц работы но помимо того что он неважно что делает он должен будет обмазать теми инструментами которые мы сейчас начнем проходить значит в нем во первых должно быть больше одного участника чтобы разработка была совместная в нем должны быть поддерживаться хоть какая-нибудь дисциплина комитов вот а дальше начинается это жесткие требования лично от меня тут сокращение сборит командное соревнование человек версус дедлайн да да значит это такая немножко жесть лично от меня вы должны сделать так чтобы исходный кож вашего проекта был проверялся флейком или пылинтом или док-стайлом об этом у нас будет следующий разогрев следующий лекций разговор вот обязательно чтобы в нем были обязательно док-стринги что в нем были аннотированы как минимум те части которые которые предоставляют api там были аннотации вот ну и соответственно понятное дело что можно настроить проверку синтаксис так чтобы какие-то ошибки которые вы не считаете ошибками ваш флейк 8 тоже не считал ошибками в вашем проекте должна соблюдаться довольно жесткой систем дисциплина оформления исходного кода с док стрингами аннотациями второе в вашем проекте должны быть как минимум юнит тесты не обязательно все ну кстати с аннотациями такая же история нет с аннотациями все-таки лучше не обязательно все вот то есть стопроцентное тестовое покрытие я от вас не требую но вы должны продемонстрировать продемонстрировать в при защите вашего проекта что вы умеете в тесту вашем проекте должна быть документация как пользовательская так и выгнанные из выгнанные из исходных кодов исходных текстов техническая с помощью сфинкса вот на сегодняшний день вот я сейчас это уберу на сегодняшний день кроме сфинкса нет ничего приличного для документирования встроенной питонной документации пыдок но такая себе вот так что видимо сфинкс здесь будет без альтернативным вам должна быть вашем проекте должна быть обязательно локализация это значит чтобы когда вы планируете ваш проект придумайте что именно вы будете переводить на русский в нем с английского чтобы он работал на русском на английском и наконец вашем проекте должен соблюдаться ваш проект должен деплоиться в идеале я мог бы взять ваш дистрибутив и развернуть его где-нибудь основное требование это создание питомовского колеса в некоторых случаях когда вы встраиваетесь в какую-то площадку сервисную и там колесо ну не нужно от слова совсем до вас либо ложится либо ложится подготовка каких-то скриптов и вообще каких-то конфигов и всего остального в соответствии с диплойном полисе той площадке на которую все диплойте либо вы лишаете одного балла тут надо понять что оценка выставляется грубо говоря 6 баллов из 5 поэтому если к вам претензий нету и вы там не у вас место диплоем то просто тупо копирование файлов то окей но если я еще какие-то ну там понятно на защите выяснится что вы еще где-то здесь там чего-то такое сделали да то у вас тоже оценка начинает понижаться вот как видите к содержательному к содержательному содержательным функциям проекта никаких требований нету вот они будут вот здесь когда вы будете регистрировать заявку значит теперь что касается заявки вы должны в качестве регистрации вашего совместного проекта оформить а пришел сорс репозиторий ну или пришел сорс играющим тренером то есть то место где один человек разрабатывает а всех всех остальных он туда мержит и в этом репозиторий должен быть должна быть постановка задачи такой драфт проектного задания понятно что большое проектное задание от вас не требуется писать это долго но в этом драфте должна быть постановка задачи в этом драфте должно быть описание тех инструментов которые будете использовать дополнительные условия обязательно пользоваться сторонним модулем как хотя бы каким-нибудь питоновым не из дистрибутива питон альпи поиски в инсталла вот и обязательно описание интерфейса поскольку у нас четко требования проекта что в нем должен быть перевод интернациализация то какой-то интерфейс вас все равно будет текстовый или значит этот самый гуй или текстовый уй какой-нибудь как уже было сказано только что вы можете рискнуть и например вообще не делать интернализацию интернациализацию но тогда для того чтобы получить оценку отлично все остальное должно быть сделано на отлично без претензий я бы советовал ее интернациализацию интернациализацию может случиться так что мне хватит ресурсов и у нас по каждой теме будут не только требования к финальному проекту но и домашние задания тогда вам будет лучше тогда вы можете показать например если у вас нет перевода сделано и домашнее задание по переводу но я не уверен что все вывезу поэтому вот тут как пойдет зарегистрировать семестровый проект надо в течение недели к следующей лекции если кто-то не соберется к этому моменту начнется форменное безобразие я буду тыкать рандомно в людей которые хотят сдать экзамен но не знают что делать объединять их в рандомные рабочие группы и и давать им рандомные унылые неинтересные задания в расчете что они бросят все и убегут я конечно утрирую но вы же понимаете до фантазии на не рандомные интересные для вас задание мне точно не хватит такие дела вопросы а то я уже время наше вышло я уже пять минут как отреплюсь сверх норм домашнее задание на сегодня это подготовка драфта проектного задания и регистрации его вот в этом и шью кстати это и шью вопросов я не вижу значит видимо тем кто здесь присутствует все понятно спасибо тогда до новых встреч завтра у нас сети в linux до сокращение я постараюсь сегодня на вас выйти извините что просто очень с ресурсами плохо вот значит завтра у нас сети в linux до новых встреч давайте надеяться на лучшее